Приветствую вас, и да, вы правы, действительно есть много методик на прощение обид. Но, во-первых, эти методики нацелены исключительно на снятие внешних симптомов, потому что глубинные причины обид кроются немножечко в другом, вот. Глубинные причины обид кроются в ожиданиях чего-либо от людей. И, соответственно, когда эти ожидания не обрадуются, не подтверждаются, то, соответственно, возникает фрустрация. И это называется проецирующая фрустрация, когда человек винит других в том, что с ним произошло. Вместо того, чтобы, как бы, обратить на себя, то есть, интроицировать неудовлетворенность, и увидеть, что, собственно говоря, мешает человеку самому быть счастливым, то человеку мешает самому нести за себя ответственность, вот, и так далее. Поэтому я думаю, что в первую очередь нужно поработать с вами, пообщаться, поговорить, понять, какие именно обиды у вас на кого, о каких чувствах идет речь, какие чувства вы хотите испытывать, вот, и чего вы вообще хотите для себя. Отсутствие чувств может быть связано с тем, что вы, например, чересчур их подавили к себе, то есть вот, насколько сильные у вас были чувства, что подсознание закрыло им доступ, вот. Такое бывает, такое может происходить. В этом случае требуется постепенное раскрытие того, чего вы все-таки избегаете, и, соответственно, анализ этих самых ситуаций, эмоций, переживаний и так далее. То, что вы об этом постоянно думаете, может свидетельствовать о неврозе, то есть как раз таки вытесненных, о вытеснении ваших желаний и чувств. То есть, значит, тут все равно нужна индивидуальная работа, вот, чтобы определить, что именно с вами происходит, вот. Неврозы – это юридикция психоанализа, то есть неврозы раскрываются путем метода свободных ассоциаций, например. Но работа эта не быстрая, к сожалению. И тут необходимо настроиться на такой, ну, достаточно длительный процесс анализа чувств, анализа ощущений, да. То есть, первое, я думаю, вскрытие неврозы, а потом уже непосредственное представление о том, как обиды влияют на, допустим, вас, на ваше поведение и так далее. И вы сами хотите почувствовать. А что вы хотите почувствовать? Обиду или что? А если вы сейчас обиду не чувствуете, например, то зачем вам ее чувствовать тогда? Если вы об этом все равно думаете постоянно, то понятно, имеет место быть навязчивые мысли. Вот. Но, как я уже сказал, навязчивые мысли – это не всегда и не обязательно следствие обид. Навязчивые мысли – это следствие вытеснения. Но вытеснение чего именно, требуется выяснять. Потому что вытеснить можно, в принципе, то, что угодно. Такое впечатление у меня складывается, что вы, может быть, сами ищите в интернете какие-то методики прощения обид. Потому что вы чувствуете обиду. И хотите, с помощью этой методики, волшебным образом избавиться от всех неприятных переживаний. Такого, к сожалению, не бывает. Методики – это всего лишь средство, психологическое средство всего лишь. Вот. Которое позволяет снять симптомы, да, но не снимает, как бы, внутреннюю проблему. До тех пор, пока она не будет осознана, до тех пор, пока не будут выявлены причинно-следственные связи, до тех пор, пока не будет изменено отношение к ней, к ней, ну, к проблеме. Вот. И, собственно говоря, тогда можно будет уже ожидать того, что у вас что-то изменится. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!